Профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза, остеоартрит, образование камней в почек, ранние морщины. Сегодня про витамин К поговорим про него, обзор, состав, применение, для чего, цены, отзывы и вся основная информация, которая вас интересует. Сам витамин К был открыт в 1929 году датским ученым Хенриком Дамом. И за это промежуток времени было проведено очень много исследований в области влияния витамина на наш организм. Витамин К2 появился недавно в ассортименте компании, но уже обратил на себя пристальное внимание. Витамин К относится к серии Эссеншн Витамины. Давайте посмотрим, что здесь внутри. Два блистера, капсулки классические, зеленого такого болотного цвета. Два блистера по 15 штук в капсуле. Соответственно, здесь у нас 30 капсул по 450 микрограмм. Вот здесь вот прописано более подробно про витамин К2. На самом деле я могу сказать, что здесь запатентована Мена-Q7. Это единственный вообще, который на сегодняшний день на рынке клинически поддерживаемый запатентованным витамин К2. Ко всему прочему, Мена-Хенон Мена-Q7 содержит до 99 чистого Мена-Хенона-7, который хорошо усваивается организмом и имеет более длительное действие. В одной капсуле содержится 120 микрограмм. Это 100% адекватного уровня потребления. По способу применения взрослым по одной капсуле в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц. Можно также повторить и пропить курс до 2 месяцев. Если говорить про противопоказания, то это индивидуальная непереносимость компонентов. Витамин К2 поддерживает метаболизм костей, воздействуя на остеокальцин. Это белок, который стимулирует образование костной ткани. Участвует в усвоении кальция и делает максимально эффективным взаимодействие кальция и витамина D. Также снижает риск кальцификации мягких тканей, образования камней в почках, а также способствует поддержанию здоровья сердца. Играет важную роль в процессе свертывания крови, улучшает состояние кожи и способствует заживлению ран. Поддерживает здоровье сосудов и может помочь снизить риск развития варикозного расширения вен. Имеет противовоспалительное действие и может снизить риск развития хронических воспалительных заболеваний, в том числе артрита. Может снижать уровень глюкозы в крови и улучшить чувствительность к инсулину. Дефицит витамина К приводит к избыточному выделению инсулина. Улучшает когнитивные способности, а также память. Поэтому если в вашем рационе не хватает зелени и овощей, испытываете проблемы с желчным пузырем, прошли курс антибиотиков, либо придерживайтесь низкожировой диеты, соответственно витамин К2 для вас рекомендован. Витамин К2 появился буквально недавно на российском рынке и с течением времени он будет появляться в других странах, Беларусь, страны СНГ и так далее. Но на примере России давайте сориентирую по ценам. 900 российских рублей это цена каталога. Для клиентов, которые имеют карту клиента, цена будет снижена. 10% это 810 рублей, 15% это 765 рублей. Если вы заведете вип-клиента, то у вас будет 25% кэшбэк и цена станет 675 российских рублей. Актуальные цены в момент, когда вы будете просматривать видео, а также другие страны, смотрите. Я всегда прикрепляю в описании и в первом прикрепленном комментарии. Меня порой спрашивали про наличие в ассортименте витамина К2. Я очень рада, что компания позаботилась. У нас сейчас есть вот такой замечательный комплекс. Ссылочки будут в описании. Смотрите, если вам нужна консультация по сибирскому здоровью, подобрать программу, пройти тест-диагностику, пишите. Опять-таки мои контакты найдете в первом прикрепленном комментарии и в описании к этому видео. Ну, я с вами на сегодня не прощаюсь. Подписывайтесь на канал, здесь много полезной информации про сибирское здоровье. И увидимся с вами в новых видео. Всем пока!